Поговорим о степени заклещеванности плечилиных семей клещом в РАА. Актуальность этого вопроса заключается в том, что если хотя бы одна семья сильно заклещевана, по всем нормативным правилам должна обрабатываться от клеща вся пасека. Ну и кроме того, иногда мы и обрабатываем семьи от клеща, но надо определить степень эффективности препарата. Сейчас много подделок и можно обработать, успокоиться, а фактически эффекта никакого нет. Итак, мы не ведем речь чем обрабатывать, как обрабатывать, это вопрос спорный. Все уже знают кислотами, бипинами, полосками, кто чем. Ну я, например, считаю их в этом смысле хороша и профилактическая работа. Основной способ борьбы с клещом это молодые матки. Потому что раз матка молодая, пчелы это семья, она не склонна откладывать трутневый расплод. А клещ в основном 90% размножается в трутневом расплоде. Таким образом, профилактически молодые матки. Дело в том, что те пчелы, которые поражены клещом, они не допускаются к воспитанию осеннего расплода. А если они там совсем в сильной степени, они выгоняются. И на раз вот видишь у летка есть пчелы, выгнанные пчелами, за то, что они излишне поражены клещом в рау. Ну и кроме того, если степень заклещенности семьи высокая, зимовка будет очень низкая. Вплоть до того, что и семьи погибают по причине большой степени заклещенности. Я сейчас предложу один из примеров, как можно определить степень заклещенности. До обработки, после обработки. Ну, степень можно, конечно, предъявить визуально. Там на пчелах повнимательнее посмотреть, на сотах, на рамках, на стенных ульях. Ну, это все не стопроцентное, так сказать. Можно определить. Мы сейчас откроем улей и вот этим боксом или коробочкой прозрачной от диска DVD зачерпнем молодых пчел. Здесь расстояние 5-6 миллиметров и пчелы здесь будут находиться в одной плоскости. То есть они не имеют возможности перевернуться, развернуться. Соответственно, когда здесь будут пчелы, мы сфотографируем вид сверху. Кто брюшком сюда, кто спинкой. Потом вид снизу. И далее посмотрим, как подсчитать степень заклещенности. Некоторые пчеловоды, что некоторые, многие пчеловоды, не владеют технологией вывода маток. Вот мы сейчас собираем маточное молочко. Маточное молочко – это побочный продукт от вывода маток. Вот мы здесь заложили 60 мисочек. Все 60 привились. Раз мы владеем выводом маток, значит, у нас на пасеке с точки зрения клеща обстановка должна быть благополучной. Зная, что воспитывают маточных личинок молодые пчелы, именно мы отсюда сейчас возьмем пробный вариант для определения степени заклещенности. Клещ в основном сидит на молодых пчелах, потому что старые пчелы, они летают в округе, надо на них держаться, а молодые – нет. Ну, рекомендуется примерно 100 пчел, а с другой стороны можно и побольше. Потом мы на компьютере посчитаем так усредненную цифру и выведем достаточно точный результат. Чем хороший этот способ определения степени заклещенности? Я сейчас беру этих пчел, сфотографирую с обоих сторон и опять выпущу в этот улей. И так 3, 4, 5 семей легко и надежно. Единственное, что нужно просто записать, где какой снимок соответствует какому улью или какой семье. Все, я иду фотографировать. И пчел выпускает опять в семью, они не гибнут. А есть способы, связанные с кипятком, с порошками стиральными. Там гибнут пчел. Если там с 5-7 пчел, с семей взять пчел, то там до 1000 пчел гибнет. А здесь нет. Демонстрируем. Они возвращаются домой, дав нам информацию. Степень определения заклещенности клеща характерна все-таки для осени. Весной там пчел мало, клеща мало. Более того, он и не спешит размножаться. А со временем пчел, заменившись зимних на весенние, они увеличиваются, увеличиваются в количестве. И количество клеща на единицу пчелы ниже среднего всегда. А осенью как раз наоборот. Клещ размножается. Выводится осенняя генерация. Многократная откладка яиц. И в то же время количество пчел все время уменьшается, уменьшается. Поэтому определить степень заклещенности осенью обязательно. Те, кто применяет народные средства. Там чесночную кашицу, масла, пихтовые, хвойные экстракты и так далее. Там рекомендации сказано, что нужно положить целлофан с вазелином. Это обязательное, так сказать, условие. Потому что клещ упав от эфирных масел, от запахов, он потом может акклиматься и опять сесть на пчелу. И это нужно, чтобы он упал и попал на целлофан, смоченный вазелином. Вот в этом случае определяется степень заклещенности как бы относительная. И в то же время клещ повторно уже ни на кого там не запрыгнет и не задержится. Хотелось подчеркнуть, что на степень заклещенности пчелиных семей влияет применение антибиотиков. Если они применяются бесконтрольно, в повышенных дозах, иммунитет пчел уменьшается. С уменьшением иммунитета увеличивается численность клеща. Поэтому с антибиотиками нужно быть очень и очень осторожными. Кстати, вот сейчас шершень их достаточно много. Ну, раз мы завели речь о клеще, немножко о шершне. Вообще, когда прибываешь вот на качевку куда-либо, смотришь там...